18-й год только родился. До появления этого малыша остаются секунды. Евгений Филиппов – министр здравоохранения края, но сейчас он прежде всего хирург. Проводить новогодние праздники за работой, как позже скажет он, стала уже традицией, у которой есть свое характерное звучание. За ребенком и его матерью медики ухаживают с помощью нового оборудования. Оно появилось в конце прошлого года. Применили в первый день года нового. Аппаратура – это подарок общественной организации Лиги Женщин МОЗ Добра, которая несколько лет сотрудничает с перинатальным центром. Это реанимационные открытые системы, которые спасают детей от 500 грамм. И для дыхательных путей, и очень хорошо вентиляция легких. Ну вообще там такой спектр. Совершенствуется и оснащение реанимационных палат, где на первых порах находятся дети, родившиеся с небольшим весом. Например, шумомером, которым Наталья Грисюк, заместитель главврача по неонатологии, рассказывает по понятным причинам в полголоса. Если мы чуть-чуть повысим голос, ухо нам скажет. Тише, нахуй. Это сжал тревог. О, все. Зеленое, тихо. Палатой вместе с коллегами обходит и академик Владимир Парханов. В этом году он поддержал традицию мэра Сочи Анатолия Пахомова приходить в гости в перинатальный центр в первый день Нового года. Тем более, что здесь есть что и кого показать. Сегодня говорят, что космос, да, академик Парханов говорит, это еще один шаг вперед. И мы говорим о том, что у нас младенческая смертность очень маленькая, а ее вообще скоро не будет. Благодаря тому оборудованию, которое приобретали. Пятеро малышей появились на свет в первые часы 2018 года. Сначала мальчик, за ним четыре девочки. В честь дня рождения всем, опять же, традиционно подарки от мэра. Если говорить о подарке для медиков, то это премия Росздравнадзора, полученная в конце 2017-го. Было несколько знаковых событий для здравоохранения Краснодарского края. Это, наверное, та награда, которую получило все здравоохранение Кубани за качество и безопасность. Если честно, мне очень приятно. Еще раз пользуюсь случаем, хочу поблагодарить всех коллег, потому что это работа всей системы здравоохранения. Как сообщили в Сочинском перинатальном центре, более 7,5 тысяч малышей появились здесь на свет в 2017 году. Это больше, чем в 2016-м. В целом, по городу ушедший год подарил Большому Сочи больше 8 тысяч новорожденных. Елена Авсец, на телекомпании ФКТ.